Талантам надо помогать, тем более если у родителей есть такая возможность. Как известно, яблоко от яблони падает недалеко, и наш шоу-бизнес лишнее тому доказательство. Нынче на сцену нападало столько урожая, что пришла пора разложить всё по ящичкам. Где спелые наливные, а какие яблочки пойдут только на повидло. Как бы ни хотелось публично признавать большинству звёздных отпрысков, что их популярность напрямую зависит от успеха родителей и прародителей, сделать это придётся. Чаще всего к детям известных родителей предъявляются гораздо больше требований, чем к обновенным детишкам. А ведь без ложной скромности многие из них намеренно стали носителями фамилий, что называется, на слуху. Крутились бы на радио песни Стаса Герулиса, если бы в своё время он не стал пьехой. Повяжите нити на запястье, и тебе будет счастье, счастье, счастье. Почему дети известных людей быстрее пробиваются? Потому что они видят, как дома себя ведут родители. Они в кадре лучше, они не тушуются, шутки какие-то слышат. Вы представляете, это же ежедневная школа Немировича-Данченко на блюде от завтрака до ужина. Ещё один и внук, и сын якобы стесняется своего звёздного происхождения. Но гены не спрячешь, как и фамилию. А в его случае, какую ни возьми, всё равно узнают. Хоть Никита Пресняков, хоть Никита Пугачёв, хоть Никита Арбакайте. У Никиты Преснякова супер-бабушка, супер-мама, супер-папа, супер-дед. Сам Бог велел. Я его особо не учу, что Ник, вот так не надо делать. Так у нас на уровне отношения, на уровне дружбы, конечно. Он такой тяжеловесный чувачок, он любит хард-рок. Тяжёлый такой харкоровский стиль. Плодовитая Валерия миру музыки преподнесла целых два подарка. 17-летний Арсений стал подавать надежды как пианист, пока не влюбился в юную модель и не сбежал из дома. Спустя несколько месяцев вернулся. То ли пригожинская пиар-компания закончилась, то ли средства на существование. Модель же ещё корлить надо, да и номер в гостинице оплачивать. Его сестра Анна Шульгина пубертатный период уже преодолела. Сейчас и актриса, и певица в одном лице полностью окунулась в шоу-бизнес. По самой, так сказать, не балуй. Моя мама, наверное, не очень за всех моих иногда вырывающихся и потажных вещей. Но она говорит, это твоя жизнь, это твои ошибки. Делай, что хочешь, меня сюда не вписывай. Но как бы Валерия не пыталась уберечь деточку от опасной звёздной жизни, всё тщетно. В ней течёт бунтарская кровь отца. Я правда, наверное, не самая адекватная в семье. Да простит меня мама. Ты же лучше меня, ты умнее меня, ты моя дочь. Делай Матев подходит к этому более с пониманием. Он говорит, я понимаю, я продюсер. Ты молодая, когда тебе надо ещё экспериментировать. Не в 50 лет ты же будешь вытворять глупости. Но это будет уже попахивать Мадонной, что не есть очень хорошо. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы и не инстаграмом, думал прославленный музыкант Дмитрий Маликов, пока его дочь в 16 лет не стала мега популярной моделью в интернете и на обложках глянцевых журналов. Блогеры – это тоже сейчас очень перспективная профессия и, в принципе, почему бы и нет. Её двоюродный брат, сын Инны, тоже Дима Маликов, нашёл себя в кулинарии. Кухня шоу-бизнеса оказалась ему не по душе или не по карману его родителям. Год назад мой дядя Дима Маликов начал мне говорить о том, что для мужчины очень важно найти своё любимое дело, дело всей жизни. Ты должен делать у меня что-то одно, но лучше других. А вот Киперману модельный бизнес по карману. И теперь их дочь с Верой Брежневой Соня – лицо европейских фэшн-брендов. Я как мама, я поддерживаю её. Единственное, что она уже выше меня ростом, я не знаю, я уже скоро на неё вот так вот буду смотреть. Впрочем, как и наследница теннисиста Евгения Капельникова Олеся, несовершеннолетние особы уже зарабатывают самостоятельно, влюбляются в сынов российских олигархов и часто бывают за границей. Вот здесь вот приклеена такая бирочка, что ты вип. Не всем суждено родиться талантливым, но по желанию отца талантливым стать можно. Вот, например, бизнесмен и продюсер Владимир Киселёв из обоих сыновей пытается сделать музыкантов – Юркиса и Владимира. Для младшего даже устроил большую вечеринку по случаю презентации клипа и пригласил звёзд, которые честно признавались, что не прийти они не могли. Впрочем, как и знать к кому, ведь это не так уж и важно. Я мало знаком с его творчеством. Вообще, сегодня первый раз я пришёл, с ним познакомился. Честно, не знаком, меня пригласили, наши общие друзья. В общем, шоу-бизнес как детский утренник, где родители так и норовят своё чадо в красивом костюмчике на первый план поставить. Вот я мечтал, например, в своё время, чтобы у меня Серёга запел, но однако же он не запел. Мало ли, чтобы мы мечтали, родители, да?